Девушки отдыхают Возможно, действенных мер и в плане ограничительных мероприятий, и в плане мер поддержки, но вместо этого получили мы вместо невнятной с юридической точки зрения нерабочей недели целый нерабочий месяц. Сохранением заработной платы, как сказал президент. Да. И сразу же после этого. В ВКонтакте мы запустили опрос сразу после этого. Собственно, спрашиваем, протянете ли вы до 30 апреля, понятно, имеется в виду финансовая ваша состоятельность. Четыре варианта ответа у нас было, да, у меня есть кубышка, да, мне сохранили зарплату или я продолжаю работать, нет, я уже на нуле и постараюсь, но не факт. Проголосовали на данный момент 648 человек, то есть для выборки по Кирову это хорошая цифра. Из этих 648 человек кубышка есть только у 38, 38 человек всего. Это сколько в процентах? Это чуть меньше 6%. Еще 24%, 156 человек ответили, что им сохранили зарплату, либо они продолжают работать. 44 почти процента ответили, нет, я уже на нуле. 283 человека и постараюсь, но не факт, 171 человек, это почти 27%. Оптимисты есть все-таки. Вот, ну то есть, получается, ну, картины мы видим, в общем-то, причем, я думаю, даже из тех, кто, кому сохранили заработную плату, не всегда, к сожалению, это сохранение заработной платы, если речь идет, например, о частном бизнесе, возможно, будет реально осуществить. Я думаю, что да, многие люди, которые в нами сейчас, да, работают наемными сотрудниками, они, может быть, еще не совсем понимают, в каком объеме они получат свою заработную плату и когда они получат ее. Самое главное, потому что вчера после речи президента, конечно, в социальные сети, ну, в мои, во всяком случае, социальные сети, было просто страшно заходить, потому что огромное количество людей, у которых есть малый бизнес, у которых есть средний бизнес, писали, что, ребят, мы ждали не этого. Мы ждали, что все-таки будут озвучены какие-то конкретные варианты, какие-то конкретные цифры, какие-то конкретные меры по тому, как бизнес будут поддерживать. А по факту, насколько я понимаю, все спустили регионам. Разбирайтесь, ребята, сами. Наконец-то децентрализация власти. Россия — это Российская Федерация, да, у нас федерализация. Берите, сколько хотите. Еще один или два момента нужно осветить вначале, прежде чем мы перейдем к непосредственному бизнесу. Накануне закрыли на карантин стационар городской больницы номер 9. У одного из пациентов был выявлен коронавирус, но тест-система дала положительный результат. К сожалению, Министерство здравоохранения не сможет с нами сегодня связаться. Ну, понятно, как бы ситуация сейчас. Да, мы просили комментариев, но, к сожалению, просто очень занятые люди, очень загруженные. И я медиков, кстати говоря, понимаю в этом смысле. Они, конечно, работают на износы. Спасибо им большое за то время сверхрабочего, которое они все тратят на то, чтобы ситуацию каким-то образом стабилизировать или удержать. Вопросов, конечно, в соцсети по этому случаю много, но я думаю, как только такая возможность у правительства области и непосредственно у Министерства здравоохранения будет, всю исчерпывающую информацию дают. Потому что, в принципе, как бы и в группе СтопКоронавирус, которая сопряжена с правительством области, и на сайте правительства области вся информация достаточно оперативна и, ну, честно, как на мой взгляд, появляется. Вот я должна сказать, вчера я уточняла специально эти два момента, всех пациентов, у которых выявляют вне больничную пневмонию, тестируют на коронавирус, чтобы сразу понимать, это пневмония или эта пневмония, вызванная как раз вот этой вот историей. Вот, это первое. И второе, это касается поликлиники 9-й горбольницы, которая рядом, собственно, с корпусом стационара. Я специально, опять же, уточняла этот момент вчера. Мне было сказано, что человек вот этот с подозрением на коронавирус в здании поликлиники не появлялся. Если вы были в поликлинике, не надо бежать, требовать сделать вам тест на коронавирус, вы с этим человеком не контактировали. Все контактные люди установлены, все они там, да, они все будут исследоваться, и каким-то образом, если кому-то из них понадобится медицинская помощь, разумеется, эта помощь будет оказываться. Но еще один важный момент. Еще один важный момент, который случился вот буквально за 15 минут до начала нашего эфира, эта история уже подтвержденная, написали телеграм-канал и пишут наши коллеги источник. Сегодня ночью был задержан вице-губернатор Андрей Плитко, он был задержан сотрудниками ОФСБ и подозревается в получении взятки. Я думаю, что подробности появятся в течение дня, мы, конечно, будем вам о них сообщать. Сейчас переходим, собственно, к тому, как выживает наш бизнес. Карантинные ограничения в Кировской области продлят до 30 апреля. Это я пока ставлю под знаком вопроса, потому что в своей речи вчера Путин сказал, что он дает на откуп регионам как раз то решение. Хотите там что-то открывать, хотите ничего не открывать, да, смотрите сами, как вы будете выруливать. Но сейчас, я думаю, наверное, в этой ситуации как раз мы увидим регионы, где власть окажется готова брать на себе принятие каких-то решений, возможно, отличных от Москвы. Потому что, как правило, мы все равно действуем с оглядкой на центр. На центр, все правильно. Мы сейчас начнем с бизнеса, который работает, пусть с ограничениями, пусть с какими-то сверхмерами безопасности, в том числе санитарной безопасности, да, который работает просто потому, что, например, не может не работать. И Федор Сураев у нас на связи, заместитель генерального директора Кировского молочного комбината. Федор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, это Анна, это Анна и Дарья, да. Федор, поясните, пожалуйста, нам, я так понимаю, что у вас работает весь цикл, то есть все ваши предприятия, начиная от ферм, которые не могут не работать, заканчивая розницей? Да, действительно, вся группа компаний Кировского молочного комбината работает в полном объеме, и работу свою не планируется прекращать. Правильно ли я понимаю, что вы никого из сотрудников в отпуска или на каникулы не отправляли? То есть все там до последнего человека работают и с сохранением заработной платы, соответственно? Да, пока у нас работают все. Все работают. Каким-то образом вот эта вся история с коронавирусом сказалась на вашем, скажем, рабочем графике, да, то есть введены ли какие-то меры повышенной безопасности на предприятии? Есть ли досмотр сотрудников? Есть ли заболевшие, отправлены ли они куда-то там сидеть дома? Меры, конечно же, принимаются. У нас действует пропускной режим на предприятии. Каждого человека измеряют температуру. Обязательно обрабатывают руки антисептиком. Сейчас у нас все обеспечены средствами защиты, то есть это маски. И те, кто работает с клиентами, это перчатки в обязательном порядке. Федор, вот правительство анонсировало уже второй пакет мер поддержки. Оно будет касаться как раз крупного и крупнейшего бизнеса. На ваш взгляд вот сейчас, какие шаги правительству необходимо предпринять и конкретно какие меры хотели бы видеть вы? Вы. Алло? Алло? О, сорвался у нас звонок. Но я думаю, что сейчас наши коллеги нам помогут Федора Васильевича снова на линию подключить. Есть еще один вопрос, который мы тоже хотели ему задать. Это история с поставками. Вчера об этом говорилось и до этого говорилось в нашей студии, в том числе губернаторам, по поводу того, что важно не допустить разрыва какого-то экономических связей между Кировской областью и другими регионами. И мы знаем, что Кировский молочный комбинат свою продукцию отправляет, в том числе, в другие регионы. Федор с нами снова на связи. Добрый день. Да. Да, периодически слетает связь. Да, Федор, остановились мы на вопросе безопасности? Нет, по мерам поддержки, вот по тому пакету, который сейчас готовит правительство, и который должно касаться непосредственно крупных и крупнейших предприятий страны. Есть ли комбинат в этом списке, который, как я понимаю, разослали по регионам, и какие меры поддержки хотели бы введить вы непосредственно? Так, я пока не в курсе, есть мы в списке, потому что информация только вчера прошла, по-моему. Вот, но я считаю, что меры поддержки необходимы больше малому и среднему бизнесу, потому что они в этой ситуации вообще остались один на один с этой проблемой. Федор, еще... Сейчас они должны отправлять работников сидеть дома и при этом оплачивать им рабочие дни, в которые они работать не будут. Но ситуация не совсем правильная, я считаю, что нужно принимать необходимые меры в этом направлении. Еще два вопроса, Федор, он касается реализации вашей продукции. Правильно ли я понимаю, что пока какого-то разрыва экономических связей с другими регионами, потому что я знаю, что поставки от вас идут, об этом вообще речи не идет, то есть все по-прежнему, все договоры работают и все хорошо. И второе, не ощущаете ли вы пока на себе какого-то оттока покупателей, в том числе оптовых? Нет, у нас все работает в штатном режиме, со всеми покупателями работа налажена, во все регионы наша продукция поставляется, и более того, мы видим увеличение спроса на нашу продукцию. То есть в этом смысле вы в более выигрышном положении, чем многие. Спасибо большое, Федор Сураев был с нами на связи, заместитель генерального директора Кировского молочного комбината. Я напомню, что производители пищевой продукции, они фактически такие стратегические сейчас предприятия, потому что они обеспечивают нас тем, что мы едим. И дай бог, чтобы у нас на то, что мы едим, остались деньги. На самом деле, важную, наверное, Федор Вячес сказал по поводу того, что поддержка сейчас больше требуется как раз таки малому и среднему бизнесу, потому что... Один на один остались. Да, те предприятия, которые продолжают крупные и крупнейшие работать, у них все же продолжают работать. Да, та ситуация, в которой сейчас оказался малый бизнес, в сети очень много комментариев по этому поводу. И вот Аркадий Кропачев, например, пишет, что нагнетание социального противостояния между работниками и малым бизнесом происходит. Государство якобы в стороне, и такое ощущение, что крайними хотят сделать малый бизнес и загнать всех в госкорпорации. Не знаю, как насчет госкорпораций, но с точки зрения, что действительно нагнетается это социальное противостояние, это есть, и это даже чувствуется по настроениям в той же самой сети, когда люди начинают писать, что вы ИП, у вас должна быть там некая подушка безопасности, и в месяц, в два, в три, в шесть вы должны отвечать за своих сотрудников, сначала работники, а потом уже думаете о себе и своей семье. Ну, то есть конфликт этот действительно есть, и он уже назревает. Мы сейчас обратимся к управляющему фитнес-клубом «Рекорд-джим» и спортивным комплексом «Арена» Сергею Бузмакову. Сергей, здравствуйте. Да, Сергей, ваш бизнес, он к какой категории относится? Малый? Малый, наверное, да? Ну, скорее всего, ближе к малому мы будем. Ближе к малому вы все-таки, да. Скажите, пожалуйста, мы вчера с вами разговаривали, я знаю, что все спортивные клубы закрыты, и вы, как добросовестные граждане, тоже ваш клуб закрыли. Я знаю, что вы в онлайне пытаетесь каким-то образом не бросать там до ваших посетителей, организуете тренировки. Это решение, оно пришло к вам когда? Ну, вообще, мы давно хотели это сделать, но сейчас у нас ситуация просто необходимая. Мы хотим поддержать непосредственно всех наших клиентов, потому что они не могут сейчас посещать зал. Тренируются все дома. Ну, собственно говоря, поэтому это внедрили. Да, и такой вопрос, Сергей. Эта история с онлайн-тренировками, она каким-то образом оплачивается посетителям? То есть это в счет абонементов их идет? Или это просто вот, ну, с вашей стороны такой, не знаю, там, шаг навстречу, да? Ну, скорее, на данный момент это какой-то шаг навстречу, вы правильно сказали, потому что люди тоже были к этому не готовы. Соответственно, у нас тренировки делаются в открытом варианте. Люди могут прямо смотреть и повторять непосредственно за тренером в прямом эфире. То есть это не какой-то спецдоступ по определенному там логину, паролю, условно говоря, любой человек может зайти и увидеть, да? Да, непосредственно открытые тренировки сейчас они запускаются для всех. Сергей, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что с вашим персоналом? То есть вот те тренеры, которые у вас работали, административный персонал, который у вас работал. Я так понимаю, что все сейчас сидят, ну, либо кто-то, может быть, в отпуск ушел в официальный, кто-то сидит там просто, да, дома, кто-то вот проводит тренировки. Вы сохранили зарплату? Есть такая возможность у вас? Или как-то иначе вы договариваетесь? Ну, на данный момент мы пересмотрели вариант работы с сотрудниками, с большинством сотрудников, на удаленный вариант. То есть у нас и администраторы отвечают в группах ВКонтакте, например, в социальных сетях, во всех остальных. Управляющие клубов, руководители у меня поставлены на удаленную работу. То есть есть задачи, которые непосредственно они могут сделать из дома. Просто передо мной отчитавшись. Поэтому мы стараемся сохранять на данный момент зарплату, потому что просто есть возможность перевести сотрудников на удаленную работу. И есть возможность сохранить эту зарплату, я так понимаю, да? Ну вот на данный момент, да, как будет дальше, мы не можем сказать. То есть с этим, возможно, будут сложности. Но будем выходить из ситуации. Ну вот после вчерашнего обращения Путина и продления вот этого срока, решили, что будете вносить, возможно, какие-то корректировки или ничего принципиально пока не меняется? Пока на данный момент мы ничего принципиально не меняем, потому что мы даже по поводу этого еще не собирались. Мы на самом деле ждем сейчас постановления правительства Кировской области, потому что после обращения Владимира Владимировича было сказано, что местные власти имеют право менять вот этот нерабочий период времени. То есть не обязательно, что он будет в Кирове, например, до 30 апреля. Мы, конечно, надеемся, что будет раньше, но будем выходить из ситуации. В общем, мы на данный момент ждем постановления правительства. Понятно. То есть пока вы до 12 апреля точно не работаете, я, насколько помню, да, до 12 апреля ограничения было наложено на работу спортивных клубов. Понятно. И еще, Сергей, такой вопрос. Это касается абонементов, да, ваших как раз клиентов, ваших посетителей. Были ли звонки с просьбой либо там расторгнуть абонемент, либо, возможно, перенести, как-то продлить их действие? И думаете ли вы об этом? Потому что, ну, раз люди не посещают зал, возможно, они там какую-то компенсацию потом захотят получить. Ну, конечно, мы рассматривали вариант для того, чтобы... Мы просто продляем всем нашим клиентам на время закрытия клуба абонементы. Они здесь ничего не теряют. То есть мы максимально лояльно стараемся подойти к нашей аудитории. Мы тоже понимаем, это неприятная ситуация не для нас, не для них. И мы нисколько не против, если вы продлимите абонементы. То есть плюс две недели как минимум, да, вот эти две недели рабочие. Да, благодарим Сергея Бузмаков, управляющий фитнес-клубом «Рекорд-джим» и спортивным комплексом «Арена», был с нами на связи. Мы продолжим связываться с представителями там малого бизнеса, с представителями организаций досуговых площадок каких-то, да, в нашем регионе. Информацию сейчас читаю, она как раз перекликается с тем, что мы с тобой с утра обсуждали, что люди уже начали беспокоиться о том, что межсезонье, апрель, плавно, который перетечет в май. Да, совершенно верно. И у многих людей нет одежды, нет обуви. Ну, то есть кто-то вот не успел переехать. И мы говорили об онлайн-магазинах, и вот «Медуза» пишет, что российские онлайн-магазины пожаловались на задержание курьеров и закрытие пунктов выдачи в регионах. Да ладно? Да, в частности, один из собеседников издания говорит, что грузовые автомобили поставщиков, которые едут в распредсклады, останавливают на границах регионов, если они везут непродовольственные товары. То есть местные власти не учитывают, что онлайн-ритейлеры не попадают под это ограничение и могут торговать вот этими категориями товаров, которые попали под запрет. То есть все вот эти интернет-сервисы, большие площадки, на которых покупают, Wildberries, La Moda, да, вот это вот все. Да, и в некоторых регионах выдают даже предписание о закрытии самих точек. Выдачи, да. Да, в отдельных случаях удается оспорить, но, видимо, вот не везде и не всегда. Поэтому, наверное, если есть возможность сейчас купить обувь, кто не успел, наверное, самое время. Я не призываю, конечно, нет, но можно потерпеть, но если вот эти все карантинные меры продлятся действительно там до мая, например, месяца, учитывая, что у нас майские праздники, то есть уже вчера было сказано, почему ограничение до 30 апреля, если всем понятно, что они до 5 мая, потому что дальше же выходные. И вообще первая майская неделя, она традиционно в нашей стране рабочей особо не была. Тут 4 дня праздников, потом 3 типа рабочих дня, а потом еще 4 выходных. Учитывая, конечно, ситуацию эпидемическую во всем мире, вряд ли сейчас все уедут куда-то за границу на майские праздники, как обычно, да, это часто бывало. Но в этот год все равно история с продлением карантина может затянуться до середины мая. Ну, шутка же даже, да, по-моему, вечером вчера была про то, что президент, примите какие-нибудь меры, а давайте после майских. А, ну да. Да, Александр Иванов с нами на связи, организатор мозгобойни в Кирове. Это еще одна площадка, которая пытается свою деятельность сейчас перевести в онлайн. И вчера была попытка как раз провести первую мозгобойню в онлайн-режиме. Мы сейчас у Александра спросим, насколько она была успешной. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, если мы верно помним, вчера в 7 вечера у вас была онлайн-игра. Угу. Да, насколько удачной? Верно, да, попробовали. Как оцениваете? Ну, я считаю, что получилось все неплохо. Единственное, что мы очень переживали, что нас подведет интернет, потому что понимали, что такой день и вечер в 7 часов – это пиковые нагрузки на интернет. Но, слава богу, прошло все хорошо. По обратной связи от игроков, в принципе, тоже все хорошо. Всем понравилось, всем соскучились. Все соскучились, поэтому, с удовольствием, применим честь. Много ли было команд вчера? Было 32 команды, и мы посчитали, что это приблизительно 160-170 человек, но мы все-таки надеемся, что это была наша тестовая игра, то есть мы это пробовали только на следующие игры, а мы их уже планируем на следующей неделе. Мы постараемся побольше собрать людей. Да, скажите, пожалуйста, Александр, для меня-то, кажется, 32 команды – это огромное количество. У вас в реальной жизни, когда вы оффлайн собирались, было сколько участников? Ну, тут немного все-таки разное понимание команды в оффлайн и онлайн, потому что вчера в оффлайне были команды, которые всего вдвоем играли, например, два человека сидели дома, и это уже была команда. В оффлайне все-таки команда – это от 6 до 12 человек. То есть тут немного разные показатели команды и количества человек. В оффлайне у нас до 600 человек играют в неделю, а вчера у нас было всего 150. То есть разница, конечно, есть, по командам тут судить маленько неправильно. Понятно, то есть больше по количеству участников вы ориентируетесь, да? Да. Участников, получается, было меньше, так раза в три примерно, да, в сравнении с тем, что бывает в оффлайне. Ну, да, конечно, но я повторюсь, что это все-таки тестовая была игра. Я надеюсь, что к нам наши обычные постоянные игроки, они все-таки добавятся. Если продлится эта история, скажите, пожалуйста, а вот с точки зрения, ну, мозгобой не как бизнеса, что ли, да, а не как вот, ну, хобби или чего-то там такого, да? Вы теряете все-таки вот эти онлайн-игры, организуя, или вы примерно остаетесь на том же уровне? Нет, это, безусловно, разные деньги в качестве, в смысле, в сравнении оффлайн-игра и онлайн. То есть в данный момент онлайн-игра – это не способ заработка, это хотя бы способ сохранить нашу аудиторию, напомнить, что мы есть, как-то взаимодействовать с игроками. Ну, и небольшая материальная поддержка все-таки нашей команде, которая эти игры делает. Я как предприниматель в данный момент, ну, здесь не зарабатываю, здесь, наверное, не получится это сделать. Александр Давыд, как раз по поводу команды, много ли человек с вами работает, удастся ли всем сохранить заработную плату, возможно, в прежнем объеме, или придется немного подсократиться? Ну, придется, конечно, подсократиться, потому что игры у нас все равно, даже если мы будем проводить еженедельно, начнем мы делать, все равно в том объеме, в котором мы играли в офлайн, у нас не получится. Вот, но вчера на площадке работало порядка шести человек, то есть, в принципе, все те же люди, которые проводят игру в офлайне, они были здесь, не в офлайн. То есть, ну, мы постараемся сохранить по максимуму, конечно, заработную плату, но надо понимать, что это разные вещи. В офлайн играли, в офлайн. Еще у меня, Александр, такой вопрос. После того, как все это закончится, все эти карантинные ограничения, мы очень надеемся, что это когда-нибудь случится, чем скорее, тем лучше. Будете ли вы онлайн-формат сохранять? То есть, для вас это такая палочка-выручалочка, условно, на случай вот этих форс-мажорных обстоятельств? Или это все-таки для вас новая веточка вашего бизнеса, направление новое? Думали ли вы об этом? Я считаю, что онлайн будет иметь место и после того, как все это закончится, потому что сейчас такой период, что он нас подтягивает это дело развивать. И пусть небольшой частью, но я думаю, что мы этот онлайн оставим для тех, кто не сможет присутствовать в офлайн в будущем. То есть, я думаю, что мы продолжим это развивать, и пусть не в том объеме, в котором это будет сейчас, но оставим все-таки, потому что, в принципе, онлайн-игра, она имеет право на существование. Александр, как представитель малого бизнеса, как вообще оцениваете те меры поддержки, которые на данный момент уже озвучены правительством, там, и федеральным, и региональным? Ну, то, что озвучено, я считаю, что лично для меня эти поддержки очень актуальны, и для большинства представителей малого и среднего бизнеса также считаю не актуальны, потому что, ну, если честно, поддержки очень смешные, и вряд ли они нам в реальности помогут. Благодарим, Александр Иванов, организатор «Мозгобойни» в Кирове. Ну, вот такая история. Мы сейчас уйдем на рекламу? На полторы минуты мы уйдем. Нет? Хорошо. Ну, раньше времени, получается. Ну, давайте. Нет? Можно? Все, реклама. Вернемся. Продолжается дневной разворот. Я прошу прощения у моей соведущей Дарьи, ты возле его, которую я перебила в прошлый раз, уходя на рекламу. Дашь комментарий по поводу Александра Иванова, того, что он сказал? Да, я хотела сказать, что пока из всех представителей малого бизнеса, с кем мне удалось общаться, к сожалению, эти меры поддержки никому ко двору не приходится. Ну, я не знаю, у моих знакомых они нервный смех вызывают вчера. Ну, вот, ну, то есть это не поддержка, не меры. Ждали меры поддержки, и президент призвал быть ответственными. Будьте ответственными, он сказал. Да, мы ответственные, конечно, только вот некоторым уже детей будет не на что кормить. И ведь эта история такая, это просто замкнутый круг. То есть если Иван Иванович сегодня не получит зарплату, завтра он не придет в магазин к Петру Петровичу и не купит у него что-то, что поможет Петру Петровичу заплатить зарплату его работникам. И Петр Петрович не пойдет в магазин за продуктами. Да, к слову об ответственности, пока мы ждем очередного спикера. Накануне, я не знаю, насколько все эти события, конечно, связаны, но вот эксперты говорят, что, конечно, губернаторы Коми и Архангельской области это жертвы Шейса, но я думаю, конечно, все это им очень пришлось ко двору. И сейчас ни Гапликову, ни Орлову не нужно будет решать. Эти проблемы с коронавирусом, они ушли в отставку, так же, как и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Вот они вчера об этом объявили, и вот эти трое людей быстро избавили себя от ответственности за принятие каких бы то ни было решений. Ну, потому что после вчерашней речи Владимира Путина, конечно, было ощущение, что всю ответственность зажили на регионы, при этом регионам не сказали ничего. Не знаю, возможно, это на внутренних совещаниях где-то происходит, где говорится о том, что, ребята, мы дадим вам денег не только на медицинское оборудование, да, и поддержку, может быть, врачей, и стимулирование их какими-то материальными выплатами за ту работу, которую они делают, большую работу. Ну, кстати, да, последний раз, когда у нас губернатор были с первым зампредом Дмитрием Крудимовым в эфире, как раз понимание было на тот момент только по линии здравоохранения, то есть по каким-то конкретным деньгам. Эта поддержка, она, безусловно, правильная, но вопрос в том, что в поддержке сейчас нуждаются, конечно, все отрасли. Мы во втором части будем об этом тоже говорить. На связи с нами Рустем Садыков, вице-президент по управлению ООО «Чипецк нефтепродукт» Рустем Хамзович. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У нас к вам сразу два вопроса. Ну, первая история, конечно, связана с тем, что сейчас происходит, с речью нашего президента, с ограничительными мерами, которые введены в Россию, и пока не очень понятно, в Кировской области до 30 апреля они будут действовать, или, может быть, раньше закончатся, или, может быть, позже. Можете ли вы сказать вот эту историю с тем, что все сели по домам сейчас, да? Ну, большинство, по крайней мере. Как сказалось на продажах? Безусловно, продажи снизились. На сегодняшний день мы наблюдаем снижение спроса на 40%, причем резкое снижение произошло именно, когда были дополнительные меры по ужесточению карантина. Дальше. Что касается 30 апреля, мы в любом случае исходим из того, что этот срок будет именно продлен до этой даты. Случится раньше ослабление, это будет хорошо, но мы все равно исходим не с этой даты. Из негативного сценария пока, да, на сегодняшний момент? Да, да, лучше всегда готовиться к худшему. Понятно. Скажите, пожалуйста, на вас ведь ограничительные меры, ну, вот те, которые введены, никак не сказываются. У вас возможность работать есть, я так понимаю, что и у магазина, которые там, да, при заправках работают, они тоже работают. Но в связи с тем, что падает доходность, я так понимаю, да, и снижается количество клиентов, вы предпринимаете какие-то там, не знаю, как это называется, оптимизационные меры у себя внутри предприятия? То есть есть ли люди, которые там могли потерять в зарплате или еще что-то? Или вы, наоборот, поддерживаете их? Ну, смотрите, в любом случае мы исходим из того, значит, из трудового кодекса и тех распоряжений, которые имеются на сегодняшний день. Предприятие, да, работает, работают в первую очередь те сотрудники, которые должны находиться на рабочих местах и исполнять свои обязанности. Часть сотрудников мы перевели на удаленку. Что касается зарплаты, мы никакой оптимизацией не занимаемся и не планируем что-то урезать. В любом случае зарплата будет выплачена в те сроки, которые регулирует трудовой кодекс. То есть в этом смысле ваши сотрудники, наверное, в более выигрышном положении, чем значительная часть жителей Кировской области сейчас находится? Ну, я бы не сказал так. В любом случае мы обеспокоены этой ситуацией. Надеемся, что все даже после 30 апреля закончится и жизнь начнет восстанавливаться и возвращаться в нормальное русло. В любом случае мы деньги не берем откуда-то из воздуха. Они тоже так же зарабатываются. И пока исходим из того сценария, что есть пока возможность жить той жизнью, которая была, я имею в виду, жизнью предприятия. Еще такой вопрос, Рустам Хамзович. Все-таки вот эта история, которая сейчас происходит на нефтяном рынке. Мы все видим, да? Не все понимаем. Не все понимаем, может быть, да, как это все устроено. Но, тем не менее, мы все видим, что нефть дешевеет. И вот эти все качели там, да? И не возвращение к тем показателям, которые были, до неподписания сделки с ОПЕК. Что сейчас? И можем ли мы прогнозировать, что будет с ценами на бензин вообще? Ну, давайте будем исходить из того, как сегодня построено вообще ценообразование, рыжное ценообразование. Мы сейчас являемся заложниками той системы, которую правительство утвердило в ноябре 2018 года, когда наблюдался безудочный рост на ГСМ. И был введен так называемый демпфер. То есть, на сегодня он работает каким образом? Цены за рубежом упали. И, соответственно, получая и реализуя нефтепродукты на внутреннем рынке, компании, исходя из формулы расчета, должны доплачивать государству разницу между ценой отсечения и экспортной ценой. Ну, это просто нонсенс. Это так построен этот механизм. И, соответственно, эти деньги должны откуда-то быть взяты. И они ведут в том числе с той ценной продажи, которую мы сегодня видим на стеле. То есть, люди покупают по определенной цене топливо. И благодаря этому компании, которые продают это топливо, могут закупать его у поставщиков. Я правильно понимаю? Но вот если упрощено, нет? Нет, нет, нет. Дело в том, что Винки не снижают цену на розницу, тем самым компенсируют те расходы, которые, те затраты, которые они должны выплачивать бюджету за эту разницу между ценой отсечения и ценой экспортной. Ну, это сложный механизм. Это сложно, да. Он работает именно так, да. И, соответственно, у нас этот механизм настроен только на то, что цена в стране, она национальна только на рост. Вот когда цена падает, никто этого не предвещал, не предусмотрел. И, соответственно, вот он сейчас работает именно в ту сторону, что цена снижаться не будет. Вот это на самом деле удивительная история, потому что после того, как не подписали соглашение с ОПЕК в Канаде, например, ну вот есть знакомые там, да, у меня в Ленте, кто-то там живет, люди пишут спасибо большое, значит, вот за то, что не подписали, потому что у нас бензин подешевел там, ну, практически в два раза. И это произошло сразу же, ну, после того, как упала цена на нефть, сразу же. А у нас такого нет, у нас нефть падает, бензин дорожает. Да, налогообложение, это вопрос уже непосредственно к государственным органам. И тут нужно понимать, что они со своей стороны тогда сделали некий защитный механизм, да, он сработал, но сейчас в обратную сторону он дает именно вот этот эффект. Понятно. Ну и, к сожалению, получается, что вся эта бюрократическая машина не может вовремя принимать решения, которые бы положительно сказывались на той или иной отрасли. А я правильно... Ну да, тут, да, да. Нет, говорите, говорите, пожалуйста. Нет, я просто к тому, что, смотрите, когда цена на нефть растет, я имею в виду на мировых рынках, и государство доплачивает нефтимым компаниям за ту разницу, которую они недополучают, если бы эти нефтепродукты продавали на мировых рынках. Сейчас же, где-то обратно, они получают прибыль, и они должны за счет этой цены компенсировать и воплотить в бюджет эту разницу со своих доходов. По мерам поддержки, которые сейчас уже объявлены или будут объявлены впоследствии, вот именно для вашей отрасли, на ваш взгляд, что необходимо предпринять? Да и в целом по бизнесу. Все равно, я думаю, что все бизнесмены, в какой бы сфере они ни работали, они могут оценить то предложение, которое сделано сейчас. Ну, на сегодняшний день мы планируем, естественно, обратиться к банкам с тем, чтобы отсрочить выплату какой-то части кредитов, если это будет возможно. Думаю, воспользуемся кредитами для выплаты зарплаты с нулевой ставкой. Ну, почему бы не воспользоваться? Сейчас главный вопрос, насколько быстро и оперативно они это все отработают, и как быстро будут приниматься решения. Да, благодарим. Рустем Садыков, вице-президент по управлению ООО «Чапецк нефтепродукт», был с нами на связи у нас до конца эфира. Остается еще пять минут. 211-101, наш номер телефона. Если слушатели сейчас успеют нам дозвониться, возможно, у вас есть бизнес, возможно, у вас есть вопрос какой-то к тому, почему не открывается или не работает тот или иной бизнес, вы можете его задать, у вас еще есть на это время. Между тем, в Кировской области лабораторно подтвердился коронавирус еще у троих человек. Прошу прощения. Что это за люди? Сейчас я скажу. Двое – это люди из легендарного поезда «Москва-Новый Урингой», которые ехали с первой заболевшей женщиной. Да, я не поняла. Очень долго шло подтверждение из лаборатории, и эти люди, я не знаю, сегодня-завтра уже выпишутся, как выздоровевшие. Или инкубационный период действительно намного больше? Мог быть инкубационный период дольше, но потому что ведь не прошло еще двух недель, я так понимаю, с момента помещения ее в больницу, или уже прошло. Та женщина первая уже выписалась. Это я знаю, да. То есть она была туда помещена, насколько я помню, в середине марта. Вот сейчас начало апреля. Еще один человек – это мужчина, который вернулся из Америки, написано. Я думаю, скорее всего, США имеется в виду. Таким образом получается, что 15 подтвержденных случаев, 10 сейчас находятся в изолированных боксах, 5, насколько мы помним, уже выписались. Это не все, не все плохие новости, к сожалению. Кроме того, тест-система показала подозрение на коронавирус еще у троих человек. Первый – это контактный с семьей, которую на днях поместили в госпиталь. Это, я так понимаю, история, возможно, из Вятских полян, потому что было сообщение о том, что некий мужчина, который ездил в длительную командировку по России и добирался домой, по-моему, каким-то поездом, да, и искали даже пассажиров этого поезда, наш Минздрав. Он вышел в Вятских полянах как раз. Да, но есть еще семья, которая уезжала в Белую Холуницу. Тоже, ну, в общем, кто-то, видимо, из них. Тоже приехавший. Второй из этих трех человек вернулся из Москвы и третий из Казахстана. То есть это пока подозрительно, это еще кончательно неподтвержденная история. Да, это тест-система, но я так понимаю, что… Сообщает ли Минздрав в каком они состоянии? Нет такого, да? Ну, как они… Ну, я думаю, что если… Стабильное состояние – это хорошо. На сегодняшний день в инфекционном госпитале находятся 49 пациентов, из них 10 с подтвержденным диагнозом, 10 с подозрением. Остальные – это люди, которые вернулись из-за границы или контактные с ними, имеющие на сегодняшний день отрицательный результат тест-системы. Вчера, по-моему, да, на оперативном штабе была озвучена первым зампредом Дмитрием Крудюмом информация по поводу того, что палеотивное отделение 5-й городской больницы переформатировали в госпиталь для тех людей, кто находится на карантине. То есть это вот та 1800-1900 человек, которые сейчас соблюдают режим самоизоляции. И вот в случае, если из них кто-то заболеет, им же нужно куда-то идти. И чтобы эти люди, которые могут теоретически оказаться больной коронавирусом, не шли в обычные поликлиники, в обычные больницы, вот для них собрали вот такой вот госпиталь. Там, насколько я понимаю, широкий перечень медицинских услуг, назовем так, там включая гинекологическое отделение и хирургическое. История с 5-й больницей, я так понимаю, она связана еще и с 9-й как раз больницей, со стационаром. Насколько я вчера поняла, тот стационар сейчас на карантине. Да, и в 5-й будут перемещать. Всех заболевших с пневмониями, да, то есть подозрительных, возможно, подозрительных людей будут как раз помещать в 5-ю, по-моему, во 2-ю городскую больницу. Ну да, там, получается, наверное, Минздраву пришлось очень оперативно переигрывать все вот эти вот пути, которые были утверждены из-за того, что пришлось закрыть стационар вот этой 9-й городской больницы. Говорили мы об этом, напомню, в эфире. Обнаружился там пациент. Так, сейчас звукорежиссор мне пишет, выходить в 46. То есть есть у нас еще, да, немного времени. Закрыли в итоге эту 9-ю больницу на карантин. И не совсем понятно, да, как, что именно там происходило. То есть этот пациент... Ну, я так понимаю, что если... Он был неожидан, этот диагноз был неожиданным. То есть я думаю, что от этого зависит то, сколько людей в итоге, да, контактных... Ну, действительно... Ну, там немало было названо. То есть там, видимо, пересчитали всех возможных. Ну, я так понимаю, пересчитали всех. Ну, то есть, вот, например, та же ситуация, да, которая произошла в Лобне, в Подмосковной, куда пришел пациент с коронавирусом, пришел делать рентген. В этот момент главному врачу позвонили и сказали, что у вас сейчас вот в поликлинике находится человек, у которого подтвержден этот диагноз. Ну, вообще, на самом деле, непонятно, как он оказался вне стен... Бокса. Бокса или вообще чего-то. То есть тут история умалчивает. Ну, наверное, я с кассой будем там дальше разбираться. Но суть в том, что поликлинику главный врач тут же вышел и закрыл со всеми теми людьми, которые там находились, то есть начали переписывать их данные личные и все такое. Ну, то есть понятно, что большая часть этих людей напрямую с этим мужчиной никак не контактировала. Но, тем не менее, в одних стенах они находились в какое-то время. Да, поэтому понятно, что, скорее всего, большинство этих людей, ну, процентов 90-99, в итоге со спокойной совестью отсидят там свой карантин и здоровые уйдут. А здесь вот тут вот в больнице немного непонятно. То есть этот мужчина не подозревался ни в чем и спокойно контактировал с людьми. Как он попал, да. Или он все же был, да, изолирован. В небооничной пневмонии, насколько его быстро изолировали, скажем так, от медперсонала и от остальных пациентов. Мы сейчас с Дарьей уходим на перерыв, 20 минут перерыв, и после 12 мы вернемся с той же темой. Будем подключать представителей бизнеса. И есть еще одно такое важное ответвление, связанное с карантином. Это дети. Дети и система образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова